Это самое выдающееся и по размеру и по значению здание отеля. Центр притяжения всех туристов и персонала. На верхнем этаже – зал тайского массажа, а центральный этаж занимает ресторан. Под тихую музыку ветра так приятно разглядывать нехитрые приспособления кухонной утвари, болтать с туристами или с местными у барной стойки. В отеле вместе с тайцами работают моны и индусы. Тайская кухня потрясающе вкусна. Как и везде в серьезных туристических местах, можно, конечно, заказать и европейские блюда. Но кто сможет отказаться от знаменитого тайского супчика, который готовится на кокосовом молоке с грибами, креветками и имбирем. Подается на подставочке с огнем, хотя и сам огненно-острый. Это самый любимый как у тайцев, так и у туристов супчик. Белоснежный рис сам по себе очень вкусен и работает как огнетушитель для желудка. Он употребляется вместо хлеба. Сервировка традиционная для тайского стола. Слева вилка, справа ложка. В ресторане можно попасть и на мастер-класс от шеф-повара. На этот раз маэстро с увлечением знакомил с мясными пряностями и туристов из своих поварят. Оформление отеля такое же интересное, как и все в этих джунглях. Все предметы выполнены с большой выдумкой и вкусом. Играет не только роль декорации, но и несут вполне земные функции. Разнообразные скамейчики, качельки – все они очень удобны, несмотря на сочетание различных по фактуре деревянных поверхностей. Я старалась снимать как можно больше этих милых и красивых нестандартных малых архитектурных форм. Даже бетонные дорожки выполнены здесь просто и со вкусом. На них навсегда отразились следы листьев тропических деревьев. Опять простая и хорошая идея для своего сада. Субтитры создавал DimaTorzok